Мечты сбываются, если за них бороться, гласит известный афоризм. На протяжении нескольких лет шла к своей цели Люба Московская. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, наперекор судьбе она преодолевала препятствия и сейчас занимается любимым делом. И сегодня Люба Московская – гость нашей программы. С ней встретилась Светлана Шаганова. Здравствуй, Люба. Как к тебе обращаться? Люба или любовь? Люба. Просто Люба. Ты Люба Московская. Это псевдоним или твоя настоящая фамилия? Это моя по паспорте фамилия и имя. Такая необычная фамилия, но звучная, яркая. Наверное, она связана с микрорайоном Московский, где ты раньше проживала. Ну, произошел такой институт, что меня нашли там, в Московском. И дали мне... Я была ребенком без имени, без фамилии. И мне дали в честь мокрорайона Московского. Московская. На мой взгляд, ты очень творческий человек. И в беседе ты говорила, что хорошо рисовала, и у тебя неплохо получается. У нас были кружки рисования. К нам преподаватель приезжала, приходила и нас учила. Там все рисовать. Тебе хорошо у меня рисовывать. Любой предмет, любого человека. Я даже училась лицо человека рисовать. Тебя хорошо воспитали. Наверное, твои учителя, наставники. Скажи, ты сейчас поддерживаешь с ними отношения? Редко с кем общаюсь. Но когда приезжаю в гости в детском доме, конечно, мы общаемся. Мы друг друга приветствуем. Тепло там. Меня тоже с подарками отправляют. Оттуда два. Я тоже стараюсь максимально радовать их. В общем, я, знаете, им благодарна за их воспитание для меня. Они меня очень хорошо воспитали. В этом детском доме реально очень хорошо воспитывают детей. И я просто им благодарна, что меня воспитали. Воспитали просто очень хорошо. Сколько лет ты жила в детском доме? Шесть лет. Вот, двадцать. Мне было 19-20. Меня туда выпустили. И после ты поступила, я знаю, в лицей. В какой? В четвертый лицей. На индустриально-технологический колледж. Я туда поступила учиться на две профессии. Вот четыре года проучилась там. И какие у тебя профессии? Оператор ОВМ и повар. Что с компьютером я могу разобраться, понять причину и так далее. А вот повода я вам скажу, я не очень хорошо повара училась. Не буду выбрать. Ну, все равно ты же что-то готовишь вот дома. Ну, конечно, я не скажу, что я вообще ничего не умею готовить. Знаете, вот тех вот... У меня всегда интерес к людям, знаете, какой? Меня вас когда спрашивают, как ты живешь одна, типа, умеешь ли ты готовить, умеешь ли ты там убираться. Это, конечно, я приготовила для себя, для гостя своего. Люба, мечта, к которой ты пришла, она давно зародилась? Где-то 12-13 лет наблюдала за Гуару. Она была уже тогда знаменитой. Ее показывали по пятнице. Канал по утрам в час с 7 до 8 утра. И я за ней наблюдала. Я пока она не закончится, я не уходила на завтрак. У нас 8 часов всегда был там в детском доме завтрак. И я наблюдала за ней каждый раз. Потом, когда выпустила детского дома, опять же, я нашла ее в Инстаграме. И в Инстаграме наблюдала за ней. В общем, она тебе запала в душу. И ты хотела вот красить так, как Гуар, да, наносить макияж. Смотрите, я не стану лучшим Гуаром понимать, что это самый знаменитый визажист. И никто с ней не сравнится. Но я благодарна Всевышнему, что он с ней меня познакомил. Дал возможность у нее отучиться, обучиться мейку. И я профессионально к этому подхожу. И знаю, что как нанести. Поэтому в любом городе, в любой стране я не пропаду. Сейчас это востребованная профессия. И мы без мейка никуда. Как воплотилась твоя мечта? Это ведь не просто собрать чемодан и поехать в Москву Гуар на обучение. Ну, впервые я с Гуар встретилась в Нальчике. Благодаря сердцу КЧР они с ней связались. Смогли связаться с Гуар. И попросили ее со мной встретиться. И Гуар обещала мне обучение. Как только у меня будет обучение, она меня пригласит. И вот в этом году, в начале этого года, я этого сама не ожидала. Я планировала как бы весной и думала летом. Но вот в начале этого года я поехала на обучение Гуар. Она была очень красивая, загорелая, очень темненькая, высокая, талантливый человек. Вообще, с тут слов не скажешь ничего. Мастер своего дела. И главное, она очень хорошая. Как человек, она очень хорошая и очень добрая. Какую оценку тебе поставила Гуар после обучения? Она сказала, что ты очень талантливая. Она просто очень ко мне хорошо отнеслась. Она знает свою профессию. Она показала, что от ада я все по полочкам разложила. И главное, ты получила сертификат от Гуар, да? Да, я получила сертификат, официальный сертификат от Гуар. Скажи, пожалуйста, вот эту поездку кто оплачивал? Гуар. Гуар оплатила и проживание, питание. Все Гуар оплачивала. Гуар весь. Три дня ты была в Москве, да? Три дня. Но еще в Москве удалось где-то побывать тебе? Конечно. Там живет моя очень хорошая знакомая. Мы с ней тоже очень хорошо дружим. С лет малых лет дружим. Потому что она к нам приезжала в детский дом. И с нами общалась. Она моя ровесница. Очень хорошая девушка. И я попросила ее, типа, пойдем погуляем. На второй день или третий, точно не по-моему. А, третий день. Последний день. И я сказала, да, конечно. И она меня забрала. Мы гуляли весь вечер, всю ночь в Москве. И поверьте, я не пожалела, что я поехала в Москву. Я хоть часть Москвы увидела, понимаете? Увидела, вот. Ты впервые была в Москве, да? Впервые, да. Планирую, иншаллах, планирую на свое днешение поехать. Люба, какую веру ты исповедуешь? Я Карачаевка. У меня фамилия русская, московская. И все, когда узнают, типа, московский, ты из Москвы, меня это чуть-чуть поражает. Потому что, ну, нет. Почему сразу из Москвы? Я говорю, нет, я из поселка московской, в Суджи Гуты, КЧР. Ну, ты веришь в Бога? Конечно, конечно. Ну, и что? Во-первых, как я могу не верить в Аллаха, как бы, да, в Бога? Никак я не могу. Если, смотрите, вот, всего, что сейчас я добилась, да, там, поехала в Гуар, там, поехала, там, стала визажистом, это всего лишь благодаря Ему. Если момент будет такой переломный в жизни, значит, я его тоже должна пройти, понимаете? Я такой человек, я позитивный. Я на всё смотрю, знаете, с позитивом. Я никогда не унываю. Да, конечно, как и все люди, я расстраиваюсь, да, унываю, потому что есть моменты, которые очень сложно я прохожу. Есть моменты, когда я одна прохожу, понимаете? И как бы об этом я не могу никому сказать, но я прохожу, это одна. Я считаю то, что я знаю, что я верю в себя, я верю в Всевышнего. Я знаю, что эти времена трудные, они не вечно. Да, говорят, Всевышний даёт нам испытания, и мы должны пройти достойно. Вот скажи, люди вот с ограниченными возможностями здоровья, да, бывает, опускают руки, да? Вот ты совсем другой человек. Вы знаете, вот вы меня просто мою задышу тронули, потому что я так, знаете, я жила с такими людьми, и я знаю, что такое ограничение людей, да, ограничение здоровья. Это моя любимая тема сейчас. Прикиньте, вот я раньше об этом не думала, я сейчас об этом задумалась. Я такая, что если я с инвалидностью, я не буду стесняться, я не буду смущаться, что у меня есть инвалидность. Да, я скажу любому человеку, у меня есть инвалидность второй группы, ДЦП. Но это не факт, что на этом мы должны закрыться в доме, всё плохо и так далее. Типа, и на этом нельзя, типа, останавливаться. Мы должны стараться жить, мы должны выживать, мы должны верить в себя, как бы, понимаете? Если люди обычные, да, могут достигать своей цели, почему мы не можем? Почему мы не можем? Моя цель в этом году просто поднять себя и дать людям с ограниченными возможностями понять, дать понять, что мы тоже много можем добиться, многого. Это не означает, что у нас есть мы на коляске или мы парализованы. Если у тебя голова, речь, ты слышишь, ты видишь, всё нормально, всё, руки, ноги, не помеха. Не помеха, поверьте. Просто главное желание. Главное желание стремиться жить, главное желание стремиться достичь чего-то, понимаете? Как у меня сейчас есть, понимаете? Желание стремиться к чему-то, к чему-то, понимаете, к чему я сейчас иду. У меня есть определённая цель, к которой я иду сейчас. Люба, ты уже достигла определённых хороших результатов, и твоя мечта на сегодняшний день – открыть свой кабинет, где ты будешь работать. Нужен кабинет. Нужен хотя бы маленький уголок, понимаете? Для себя, для своей работы. А у меня сейчас этого нет. Понимаете, я сейчас в поиске кабинета, в поиске уголка, и оборудование, чтобы принимать спокойно людей. А вдруг вот найдутся такие меценаты, которые могут оказать тебе в этом поддержку, Люба? Знаете, я не отказываюсь от помощи. Никогда не отказываюсь от помощи. Но и не прошу помощи никогда, понимаете? Я стараюсь решить сама свои проблемы, кое-какие вопросы, например, с финансами, с оборудованием и так далее. Если, конечно, завтра или после этого, или через неделю, через год обойдутся такие люди, конечно же, я приму помощь. Конечно, я не откажусь от помощи. Получается, ты рассчитываешь на свои силы? Да, да, понимаете. Я не вижу смысла рассчитывать на какого-то человека, понимаете. Я должна сама стремиться к этому. Я должна сама что-то делать в своей жизни, чтобы достичь красивой, успешной жизни. Ты уже много достигла. Вот своими ручками, да, своими силами. Ты такая хрупкая, такая обаятельная, да. Люба, у каждого человека есть своя мечта. Вот ты о чём мечтаешь? Сказать честно, это я ещё пока ничего не достигла, поверьте. Это просто я прохожу этап своей жизни, понимаете. Просто себя пробую в ней, понимаете. Вообще у меня мысли, конечно, роднообразные. Я хочу много чем заняться. У меня есть огромная мечта. Мечта, огромная мечта, это помогать таким же людям, как я, а точнее мотивировать их, понимаете. Я хочу стать хорошим изожистом, да, там открыть своё дело, неважно какое. В дальнейшем, иншаллах, все узнают об этом. Я просто хочу дать понять людям, как я, дать понять, чтобы они услышали меня, понимаете, что мы тоже можем что-то делать в своей жизни, можем чего-то достичь, работать в тот же миг, понимаете. Мы можем всего, и чтобы они это услышали. Люди с ограниченными возможностями здоровья вот такие же, как и все. Да, говорят, конечно, говорят. Но это те люди, которые верят в нас. И это люди, которые не верят в нас. Если человек в тебя верит так же, как в себя, то, я думаю, ты тоже в себя поверишь. Согласитесь, если я буду верить в вас, вы же в себя поверите. Согласитесь? Так и у людей происходит. Если в меня поверит человек, я тоже поверю. Я встану и пойду делать своё дело, свою работу. Так что я считаю то, что если я поверю в любого человека, неважно, да, девочка, мужчина, женщина или ребёнок, он просто возьмёт свои силы и пойдёт работать, достичь своей цели. В общем, нужно верить, трудиться. Верить Всевышнего и трудиться, конечно. Без труда у нас деньги не упадут с небес. Понимаете, деньги не упадут, и на карточку тебя никто не кинет. Люба, успехов тебе! Спасибо за эту встречу. Спасибо за интервью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!